Ну что, Локомотив, который завтра играет с Пари-НН. В 18.30 матч начинается в самое неудобное время, поэтому я не смогу вам его постримить. Приду и последние там 15 минут, условно говоря, зацеплю и будем обсуждать, наверное, сразу же. Сегодня отправились уже в Нижний Новгород. В Нижний Новгород отправились на... по железной дороге. А, нет, не по железной дороге, по... короче, на самолете. Хотя железная дорога отлично работает с Пари-НН, с Нижним Новгородом за 4 часа спокойно добираешься. Странно, что выбрали самолет, но, видимо, удобнее. Что мы знаем о тех, кто отправился в этот замечательный полет? Мы видим Ивана Игнатьева, мы видим Андрея Савина, видим Камано и Марио Митая, новичка нашего. Еще раз Гиля. Это вот то, что мы видим в фотографиях. Здесь нету, да, кружка из Телеграма. Я не знаю, получится ли у меня захватить вам Телеграм, так, чтобы не спалить свои секретные переписки. В Телеграме кружок, давайте я его скачаю, наверное, и покажу вам. Сможешь выразительно выговорить с первой попытки за Доначу. Жили-были три китайца. Як-як-цидрак, як-цидрак-цидрак-цидрак-цидроне. Жили-были три китайки. Ципа-ципа-дрипа, ципа-дрипа-лимпомпони. Жесть. Вот это скороговорки. Так, я все думал, где будет в конце какой-нибудь подвох, что я кого-нибудь назову какими-нибудь неприятными словами. А оказалось, подвоха нет. Я другую хотел, это из трех частей. Так, скачалось? Открыть папку с файлом. Да, скачалось. Сейчас я вам включу. Савину дадут шанс на днюху? Нет, ну слушайте, там и Савин и Гильермо. Так что я думаю, что для Савина без шансов. Вот так вот выглядит кружок в Телеграме. И вот мы видим большое количество народа уже на первом плане. Джирану Керк. Так, нет. Тогда давайте отмотаем немножечко. За Джирану Керком у нас идет Гиля. Дальше явно совершенно Карпукас. Потом, по-моему, Мампаси, но могу ошибаться. Комоножка. Антон Миранчук. Дмитрий Баринов, Тин Едвай. Сам Томас Цорн. Все, закончили. Короче, мы видим, что состав, ну все-таки летят основные ребята в большом количестве. Но кто будет играть? Да, это вопрос. Мы не можем говорить о том, что 100% там какой-то запас полетел, и черт его знает, кто будет. Заткнись, пожалуйста. Я же разговариваю. Итак, что мы тогда имеем с составом? Давайте подумаем и представим, какой состав мы можем видеть и кого мы хотим видеть. Сейчас я вам открою сайтик, где можем. Забыл, как это. Formation Creator. Build Lineup. Во, точно. Смотрите. Давайте, в ворота Гильерме. Худя на чемпионат, в воротах пускай будет Гиля. Ну, мне кажется, что это правильно, что мы должны Гиле все-таки давать некое игровое время. Понятное дело, что в чемпионате все, сейчас уже место Худякова. Если и стоило его когда-то снимать с ворот, то это после двух провальных матчей, когда он 8 мячей пропустил. Сейчас Худя уже в принципе играет хорошо и два последних матча здорово затаскивал в нужный момент. И при счете 2-0 с Химками потащил. И в целом весь матч с Оренбургом провел на высоком уровне, отдал голевую передачу. Но время игровое Гильерме надо давать. Поэтому давайте мы его в ворота поставим. Дальше, что у нас есть? У нас есть Марка Митай. Я его хочу увидеть в этом матче. Мне кажется, что... Ну, даже... Ну, по-моему, только приехал. Да, он с листа будет играть фактически буквально пара тренировок. Но Тикнезяну тоже нужен отдых. И у нас есть возможность дать ему отдохнуть, посмотрев на Митай. Может быть, там 60 минут, может быть, 45 минут. Но я бы его посмотрел прямо вот со старта. Интересно. На правый край. Как ни странно, у нас замен нет. Да, ну, Марадешвили, но я его хочу увидеть в центре поля. Я допускаю, что тренерский штаб поставит Марадешвили со старта в этой игре именно на правый край. Но мне кажется, что мы увидим Дмитрия Живоглядова как человека, который может много бегать. Может, в общем-то, доказывал это и в прошлом сезоне, что после одного матча сразу же провести второй. Больших проблем нет. Дальше определяемся с центром обороны. На центр обороны у нас претендуют, ну как, три основных и один запасной погоснов. Едвай, Макеев и Мампаси. Мампаси не играл в прошлом матче, поэтому я думаю, что вот именно Мампаси точно будет. Кто дальше, кто вместе с ним, это уже вопрос. Это будет либо Едвай, либо Макеев. Мне кажется, что Макеев более подходит Мампаси по стилю игры и его стиль игры менее энергозатратный. При этом, опять же, Едвай могут беречь там, потому что Едвай у нас считается как игрок основного состава. Безоговорочно могут поберечь Едвая, просто чтобы он там не набегался, не получил никакой травмы, удаления какого-нибудь, не знаю, глупого. Так что я бы поставил Макеева. Но здесь, здесь под вопросом. В пару к Мампаси может и Едвай залететь, как мы играли с кем-то, кем-то недавно. С кем мы играли? Что Едвай и Мампаси были в центре обороны? А с крыльями, наверное, да? С крыльями. Так, Погоснов, может быть Погоснов, но с Химками не играл Едвай. С Химками играл Макеев Мампаси, Мампаси заменили и Баринов вниз опустился. А вот с крыльями, соответственно, играли уже и Мампаси, и Едвай. А Макеев, по-моему, в центре поля был. Итак, играем мы примерно вот в такой схеме. 4, 2, 3, 1. С тем, что один из вот этой вот штуки регулярно ходит наверх. И получается, я пытался все это объяснить в роликах своих, но мне кажется, что у меня вообще ни хрена не получилось. Короче, вот наша схема это 4, 2, 2, 2, при котором один из вот этой верхней двойки отходит вниз и получается 4, 2, 3, 1. И вот этим вот игроком периодически бывает то Антон Миранчук, то Франсуака Моно, то там Керк. И, соответственно, вот так вот немножечко наша схема видоизменяется. Два опорника. Мне очень хочется, чтобы Карпукасу дали отдохнуть. Видно, что ему и так тяжело дается 90 матчей отыграть. И если мы сейчас дадим ему нагрузку посреди недели, то на Ахмат его точно не хватит даже там минут на 80. Да, его придется менять на 60. А к чему это приводит? Мы с вами много раз уже в этом сезоне видели. Поэтому я считаю, что в этом матче Карпукаса не надо вообще выпускать на поле. Ну, сдюжат команда, сдюжат, не сдюжат. Их проблемы. Мы с Ростова, мы играли без Карпукаса, окей, нормально было. Поэтому точно, совершенно хочу увидеть Мардешвили в центре поля. У него все получается. В центре поля он хорош, забил уже два гола. Мог забить третий вот в недавнем матче, правда, с позиции правого защитника. Но в целом для меня очень важно в этом матче увидеть Мардешвили в центре поля. Вторым опорником, ну, будет либо Баринов, просто потому что Бара достаточно хорошо физически готов и лидер команды, капитан команды, и можно Баринова не сажать. Ну, типа, нужны и надежные, стабильные футболисты. Либо это будет какой-нибудь Куликов или Бабкин. Да, в целом тоже не удивлюсь, опять же, просто для того, чтобы поберечь своих игроков, дать игровую практику ребятам, которые выходят у нас на замену, но играют в целом не очень много. Куликов стабильно выходит на замену в матчах Локомотива, но в стартовом составе не появляется и, надеюсь, не появится. Поэтому вполне допускаю, что мы увидим или Мардешвили Куликов, или все-таки Мардешвили Баринов, просто для того, чтобы хотя бы центр поля у нас был надежный, чтобы центр поля у нас был такой, который перекусит Нижний Новгород и не даст им особо много созидать. Да, если мы просто целиком выпустим второй состав, то мы получим игру, в которой мяч будет у Нижнего Новгорода, а мы будем лихорадочно его на чужую половину поля бить. Здесь есть вопросики. Баринов или Куликов? Дальше все как в тумане, потому что особо игроков в атаку, в ротации у нас нет. И вопрос был у меня, в Телеграме его задавал, а стоило ли нам отдавать Максима Петрова накануне матча Кубкову, где он бы сыграл, и при этом до момента, когда к нам этого самого атакующего игрока привезут. Потому что пока не везут и пока даже слухов никаких нету, а у нас нету игроков впереди, по большому счету. Давайте мы отметим Раканьяца. Я надеюсь, что Раканьяц выйдет с первых минут. В целом матч, опять же, для того, чтобы Раканьяц мог себя проявить. Вполне возможно, что Игнатьеву нужно до сих пор получать игровую практику, потому что он много пропустил до этого, и он еще только вливается в нашу команду. Поэтому вполне можем ожидать и Игнатьева в паре с Раканьяцем сразу с первых минут. Исидор, вот я вижу, что вы про Исидора пишете, но мы не знаем, в каком он состоянии. У него было повреждение. Говорили о том, что, возможно, Исидор будет готов уже к матчу с Нижним Новгородом, но если есть хотя бы 1% риска, что он не готов, и он может в матче с Париенен усугубить свою травму, какую бы она ни была, то тогда выпускать его не надо. Если этого риска нету, то, в принципе, мы можем вот сюда вот, например, засунуть Исидора. И у нас остается одно место справа, которое абсолютно вакантно. И я не понимаю, кого, в принципе, сюда можно засунуть. Керк очень сильно устает. Мы видим это по матчам, что, ну, пока, ну, не пока, а в принципе, да, даже по прошлому сезону Керк из-за своих там постоянных рывков устает минутик 60-й, 70-й. И выпускать его посреди недели на Париенен, значит, ну, с высокой долей вероятности не получить топового Керка на Ахмат. Нужно это нам или нет, да? То есть вот Керк, Миранчук, не знаю, Богомаев какой-нибудь или Раков. Вот я вполне допускаю, что мы можем увидеть Ракова на позиции вот этой позиции. Его любят выпускать. Вот и оба раза, когда его выпускали на замену, его выпускали не нападающим центральным, его выпускали именно вот куда-то вот в атакующую зону. И в целом он неплохо себя проявлял. Мы видели по статистике матча с Оренбургом, что у Ракова несколько выигранных единоборств. По-моему, 4 из 6. Это хороший показатель. У него несколько точных передач, и он заработал желтую карточку для соперника как раз рывком с флангов в штрафную. В целом вполне допускаю, что мы можем увидеть Ракова. Но тоже надо понимать, что Ракова на 90 минут не хватит. Во взрослом футболе совершенно точно. Может быть, ему дадут 30 минут в этом матче, может быть, его тайм дадут. Но точно не 60, и вряд ли со старта мы его увидим. Ну и, соответственно, здесь вместо Исидора может быть Камано. Тоже, опять же, как если Исидора нету, то Камано. И это вопрос к тому, что, собственно, ну а нафига вы Петрова отдали? Вот сейчас, вот здесь, сейчас Петров бы отыграл. Уехал бы свою Аланию, никуда бы не делась. Эта самая Алания 100% бы его и дальше бы хотела. Но конкретно в этом матче мы могли бы выпустить вот сюда бы, вот Петрова. И как минимум уже этим немножечко дать отдохнуть команде. А так, собственно, вот такие вот, мне кажется, проблемки есть у Локомотива. И если в нижней части мы еще как-то даем отдых нашим игрокам, то в верхней части получается, что у нас так или иначе игроки, которые и так сейчас не блещут физической формой, будут получать дополнительно времени игрового, дополнительно будут получать по ногам. И в целом какой-никакой риск. Вот что я думаю по всему тому, что завтра увидим. Конечно, завтра часов в пять будем все кликать в пять и смотреть, какой же состав выпустит Локомотив. Что вы пишете? Разнервничавшаяся вавилонянка Варвара разнервничала Вавилонин не разнервничавшегося вавилонянина Вавилу Вавилонейского. Эту? Кошмар. Давайте завязывайся с короговорками. Процепу-дрипу. Шах-шахмони-лимпомпони. Худю, наверное, не взяли. Да я думаю, что взяли всех. Типа, ну а почему бы не взять? Но вот уж кого-то точно я завтра не ожидаю увидеть. Это все-таки Даня Худякова. Где-то Раканьяцца было видно. Ну, я почти уверен, что Раканьяцца с командой на 99,9. Едвай и Марк в защите, Мара и 12 на флангах. Ну, тоже, да, вариант. Да, если мы говорим про какие варианты еще могут быть, Да, то, соответственно, Марадешвили на правом фланге обороны. Тогда отсюда, соответственно, он уходит. И у нас появляются Куликов. И вместо Баринова вполне можно ожидать там Бабкина какого-нибудь. Да, если мы прям вот совсем второй состав пытаемся собрать. Без учета игроков основы. То это что-то будет вот подобное. И то я все равно не знаю, кем Игнатьева заменять. Кто у нас вообще есть в составе. Может быть, я кого-то забыл. А, господи. Отвратительный сайт. Гильерми. Живоглядов, Фасон, Макеев, Митай, Едвай, Мампаси, Нинахов, Текнезян. Никого не забыл. Марадешвили, Баринов, Керк, Миранчук, Жамалединов, Куликов, Бабкин, Карпукас. Никого не забыл. Игнатьев, Изидор, Камано, Раканьяц. Никого не забыл. Молодежный состав. Погоснов. Может. В Беликова не верю. Сидоренко, Щетин, Шахкаламов, Батраков, Шелкашитов, Кошман, Попов, Годяев, Чугунов, Богомаев, Соловьев, Горбунов, Заволокин. Но Попов занимался Сосновой. Но сейчас он скорее игрок команды ЛФК. Верю в Батракова. Но все-таки немножечко рановато. Богомаева отметил. Ну и в атаке Раков. Ларин, Чекалин, Никишин. Ну, Ларина. Но мы бы, наверное, его увидели бы на фотографиях. Но мне не нравится, как Ларин сейчас играет. Он вообще сейчас в молодежке пользу приносит скорее как опорник, нежели как игрок атаки. Ну вот в итоге получается, что даже с учетом совсем попыток собрать второй состав, Игнатьева менять не на кого. А мог бы быть Петров. Да, вот мы могли бы вот увидеть вот такую тему. И это был бы совсем, совсем прям вот второй состав, который, с которым можно выходить на пари НН и думать, ну, не о победе, конечно, но о том, что можно с ними играть и при этом дать отдых своим футболистам. Тикнезиан, дисквалификация. Да, Тикнезиан получил красную карточку в последнем матче Локомотива в Кубке. Соответственно, эта карточка переносится на следующий матч Локомотива, на следующий матч Тикнезиана в Кубке России, за какую команду бы он не был заявлен. Ну и в том числе поэтому на левом краю только метай и никого больше. Погосно вставлю. Мне кажется, для укрепления уверенности будут ставить боевой состав и на скамейке будут только те, кто реально устал или микротравма на третий матч уже могут экспериментировать. Не уверен. Нет, я понимаю, что да, может быть и такая идея, но вот у меня полное ощущение от игр Локомотива на данный момент, что уставших очень много. Что Керк устал, что Карпукас устал, что Антон Миранчук требует какой-то вот такой передышки. Камано тоже там на 60-й минуте уже язык на боку. Ну, правда, есть еще такой момент, что два предыдущих матча или три предыдущих матча и Крылья Советов тоже мы играли в 3 часа дня в Москве или в Химках под плюс 30 градусов солнцем. И, конечно, да, это выматывает невероятно. Так что, может быть, это именно из-за жары, из-за духоты, а не из-за того, что физическая форма плоха. Но мы этого не можем знать наверняка. Поэтому мы же видели, да, что на матч с Химками, например, Антона в запасе оставили. Сказали мы, решили поберечь, потому что видим, что физическое состояние неоптимальное. Бабкин, Мара, опорка, Куля, фланг. Гиздаль, ты, что ли? Ну, не Гиздаль, но мы вот так сейчас играем. Я за Бабкина, выйдет Куликов. Жду Куликова под нападающим. Жду Куликова на выход. Бара нужен без Пукса. Ну, тоже. Хотя, ну, Бабкин, это как раз вот заменитель Карпукаса, заменитель Максима Мухина. Тоже вот игрок, который много единоборств навяжет. И, ну, достаточно дисциплинированно будет играть. Задолбали гребаные политики, обвиняющие Захаряна в предательстве из-за возможного перехода в Челси. Конечно, тот еще ватник, но то, что сейчас происходит в спорте, беспредел, принудительный забор в армию, в хоккее за НХЛ, теперь еще это. Да, вы меньше слушаете вот этих сумасшедших Тюрюшковых и прочих, которые ходят по телевидению и навязывают повесточку. Сейчас это такая сливная помойка для выражения каких-то мыслей, абсолютно не имеющих ничего общего с реальностью. Надеюсь, что проблемы с оплатой динамовцам стоимости Захаряна будут решены, и это не станет проблемой для парня на пути в Англию. Но это точно не будет из-за того, что кто-то там его предателем называет, и из-за этого мы типа не продадим его. Нет. Тебе не кажется, что Игнатьев и Рак не подходят для игры вдвоем? Ну, во-первых, я ставлю Игнатьева не совсем, да, вот прям жестким нападающим, я ставлю его вот как раз под Раканьяцем. В целом, два абсолютно разноплановых игрока, которые могут спокойно друг с другом комбинировать. Могут быть загрузы, например, там из зоны опорников на Раканьяцца, да, мяч так летит на Раканьяцца, Раканьяцца его скидывает, и в эту зону вбегает Игнатьев и вколачивает мячи. Абсолютно нормальная история. Ну, когда вы двух нападающих видите в целом, да, команды, которые играют с двумя нападающими, то это один Верзила, который собирает мячи, играет головой и все такое. А второй это игрок, который врывается, играет на отскоках, играет на подыгрыше. Ну, вот как-то так. Ну, типа Раканьяцца это Дзюба, Игнатьев это Азмун. Вот как-то так это должно быть. Кирк выдержит, думаю, минут 60. Справа надо Ракова. Судя по тому, как он покорчился, когда я спросил, какое плечо, он пока в баковке на физио. Как на сборах фланги, раков, кули с бабкиным в обкорке? 3-4-3? Нет. Я думаю, что 3-4-3 мы с вами никогда не увидим при немцах. Может, взяли Батракова, да, в багажное отделение, в чемодане куда-нибудь провезли. Тики разве не дисквалифицирован? Дисквалифицирован. Здравствуйте, Тим. Я сегодня ненадолго. Есть еще важные дела. Но хочу вам заранее пожелать хорошего стрима. А главное, удачи вашей команде в завтрашней игре. И будет ли по ней стрим? Будет стрим не совсем по игре, после игры. Потому что матч в 6.30 я не успею на него банально. С работы я, дай бог, ко второму тайму успею. И тогда прям сразу запущу. Если и ко второму тайму не успею, ну тогда, скорее всего, запущу уже после игры. Чисто обсуждательно-разговорный, как мы раньше всегда делали. Плохо у нас селекция устроена. В общем, не набирается 2 состава. Пора возвращать Селюка. Ну, Селюк бы решил все проблемы Локомотива. Так, после скороговорок, да, посмотрим еще и коммент Бигги. Свежий кринж вышел. Я не смотрю, честно. Мне очень тяжело дается просмотр таких видео. Я ничего против не имею, да. Типа, пускай делает контент. Если кому-то это заходит, окей. Если не заходит, то не надо смотреть. Вот я из тех, кто... Ну, мне не просто не заходит. Мне тяжело это смотреть. Я всегда очень с большим трудом смотрю какие-то кринж-ролики. Реально, для меня это прям вот... Я останавливаю. Да, вот бывает, есть какой-нибудь мой любимый формат, но там есть какой-нибудь кринж-момент. Да, вот такие ролики, которые я люблю, в принципе, смотреть. Обычно это какого-нибудь развлекательного жанра. Допустим, какие-нибудь разгоны от стендап-клуба номер один. В целом мне нравится этот жанр, но там регулярно бывают какие-то супер-кринж-моменты. И я реально ставлю на паузу. Я там, не знаю, полчаса занимаюсь какими-то своими делами. Потом еще раз включаю. Там минуты две осиливаю. Не закончился кринж-момент. И снова выключаю. Вот. Ну и комменты биги для меня это то же самое. Я даже включать не буду, потому что... Ну, это вообще не мое. Максимально не мое. И у меня есть какое-то вот внутреннее... Ну, внутренне тяжело это делать. Внутренне тяжело просто смотреть банально. Но при этом, ну, кому-то заходит, окей. А, ну, там ЧБД, например, вот суперизвестный, суперпопулярный проект. Я один раз включал, словил просто дичайшего кринжа. Я вообще больше не прикасаюсь к ЧБД. Ни одного выпуска так целиком и не посмотрел. А многие любят и обожают. Ну, короче, как-то так. Если проблема по Захаряну не будет решена, это проблема и для нас. Сложнее разговаривать с клубами из АПЛ станет. Пока у нас на повестке клубы из АПЛ не стоят, к сожалению. Но, как бы, проблема-то она всеобщая. И в плане покупки игроков, и в плане продажи игроков. Вон, Аталанта не хочет платить за Мирончука. Все говорят о том, что очень тяжело проводить платежи. У Динамо срываются игроки, у ЦСКА срываются игроки. Нам чуть-чуть полегче. Я рассказывал, что мы не под такими жесткими санкциями, как Динамо и ЦСКА, на которых они напрямую ложились. И то, что они вышли из-под состава тех владельцев, которые до сих пор напрямую под санкциями, для многих банковских организаций, для клубов, ничего не означает. По проверке, а, стоп, они там только что были под санкциями, вышли, вполне возможно, это будет расценено, как уход из-под санкций, довольно глупый, довольно, ну, слишком простой. В Локомотив в этом плане, в Локомотив в этом плане чуть проще. Да, мы с РЖД, и на РЖД тоже наложены санкции, но эти санкции в основном конкретно прям точечные по РЖД. А у ЦСКА и Динамо это банковские санкции, потому что ими владели банки. Короче, как-то так, насколько я это понимаю. Погосного лучше справа в центре, как у него левая нога. Я не очень люблю Погосного футболиста, честно говорю. У Погосного отличная антропометрия, он очень высокий, он достаточно координированный, но как футболист, лично для меня Погоснов довольно слабый игрок. Поэтому, как говорить о том, что у него какая-то там сильная нога, какая-то слабая нога, не знаю, мне не приходится. Я не видел, чтобы Погоснов там отдавал какие-то голевые передачи, забивал голы при всем своем богатырском росте, при том, что он там в молодежке выше всех там на голову, Погоснов голов не забивает вообще. Женя Морозов забивает, Миша Иваньков там забивал голевые передачи, отдавал, а Погоснов нифига. Чем-то он там штрафной занимается, а выбрать позицию не может. То же самое и в обороне, на самом деле. Посмотрим, может быть, конечно, он там под руководством немцев во что-нибудь там сильно разовьется, будет каким-то крутым защитником. Пока вообще не верю в это. Ну и он 2004 года рождения, у него там есть еще, для защитника это вообще не возраст, 17 лет, что там 2-3 года пускай вырастет. Но он же и не играет при этом. Это тоже вот вещь, которая меня сильно бесит, что молодые игроки их забирают в основу, и они там не играют нифига. И вот сейчас Погоснову нужно играть. Погоснову нужно быть лидером там молодежки. А его взяли на скамейке сидеть. И чё? И как будем жить? Это вот вопрос к Петрову, да, что в целом для Петрова, конечно, гораздо лучше уйти сейчас в аренду и поиграть за Аланию. Ему там будет гораздо лучше. И сам Петров из-за этого вырастет в футболиста уровня РПЛ, а в отличие от тех ребят, которых мы вот мариновали в запасе. Да, вот условно говоря, Миронова не мариновали, вот он играет на уровне РПЛ-ки. Там кого-то еще не мариновали, играют на уровне РПЛ-ки. А вот ребята, на которых мы якобы сильно надеялись, но при этом они нифига не играли, они сейчас прозябают. Не знаю, там Галанин, Агеев, кого-нибудь еще можно вспомнить, таких вот ребят, что в тот момент, когда им нужно было играть, они нифига не играли, а сидели на скамейке запасных. Но для Локомотива, почему мы не могли подождать неделю, когда трансферное окно закроется, там, 8 сентября, подождать, пока мы не купим, наконец-то, уже замену в атаку, я не понимаю. Ну, для меня это просто странная идея. И сейчас, завтра, мы просто банально, ну, должны будем выпускать Богомаева. А я вообще нифига не уверен в Богомаеве. Богомаев вышел на 10 минут в матче с Оренбургом, там, на 8 минут. И у него потрясающий статистический показатель. Я не знаю, видели вы это или нет. Я не акцентировал на этом внимание, потому что сам только-только заметил, когда я вчера про Петрова писал. Но Богомаев вышел вот так вот. 8 минут. И одно единоборство. Зато выигранное успешно. Ну, типа, вообще ничего. Он даже меча не касался. Он только единоборство какое-то выиграл. Я уж не знаю, что это было за единоборство. Вот я такого за 8 минут, честно говоря, ни от кого не видел. Уж на что Куликов плохо вышел. Одна передача из двух. И четыре единоборства. Но вот это вот... Странно. Игнатьеву лучше дать отдохнуть перед Ахматом, или пусть дальше форму набирает. Ну, вот Игнатьеву из всех вообще игроков основы я бы дал играть. Потому что ему сейчас как раз нужна игровая практика. Ему нужно набирать через игры, набирать, набирать, набирать. И с каждой игрой он будет только лучше. И у него, ну, у него энергозатратная позиция. Но эта энергозатратность, она, ну, в каждом матче, условно говоря, с нуля начинается. Делаешь рывок, отдыхаешь потом. Делаешь рывок, отдыхаешь потом. Не так, чтобы, ну, как, не знаю, Текнизиан или какой-нибудь Карпукас, когда ты прям вот постоянно в игре, и ты не должен выключаться из игры ни на секунду. Для нападающих выключиться из игры там на 5-10 минут, это в целом, ну, обычная история. Так что, наверное, Игнатьева я бы все-таки завтра в старте хотел. И ему это будет полезно. Павлюченко так выходил, 20 минут погулять по полю. Так многие так выходят. Ну, это нормальная игра. Вы посмотрите там на эталонных нападающих, и вы увидите, что Холланд там по 10-15 минут может мяч не принимать. Он в этот момент отдыхает. Но потом рывок, 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 и все. И потом снова отдыхаешь, потому что тебе нужно включаться в эпизоды, а не постоянно быть на... на мяче, на единоборствах и так далее. Или Мандовский такой же, Холланд такой же. Кто там у нас еще? Игроки такого же плана. Это нормально. Дзюба. Вообще, Дзюба пешеход, но при этом по 25 мячей в чемпионате клал. Так Милан и не вскрыл Сосуолло ничья. Сегодня что ли играли? Да, сегодня играли. Так это и Торино, наверное, будет скоро играть. Торино послезавтра. Фига у них тур растянут. Веришь в трансфер в последний день, в последние часы? Говорят, можно выгодно урвать. В Россию в данный момент я не верю в трансфер в последние часы, потому что сейчас из-за огромной бумажной волокиты эти трансферы сильно растягиваются по времени. И в частности, вот у нас уже мы уже один раз обожглись по Светбергу, когда из-за бумажной волокиты мы просто не успели его купить из Хаммербю. И дальше все. Дальше его нам просто не продали. Сейчас я на 100% уверен, что ты не можешь взять и там 8 сентября такое, ну ладно, так и быть, мы вам переведем деньги, только заверните игрока. Ни один клуб иностранный не согласится на это, потому что они просто не поверят, что эти деньги до тебя дойдут. Ты должен конкретно конкретно там несколько дней рассказывать, показывать схему, по которой ты эти деньги собираешься отправлять, может быть, какой-нибудь тестовый платеж, вот это все. Но точно не в последний день. Это огромнейший риск, и я надеюсь, что локомотив не будет на него идти. Вообще боюсь, что в лучшем случае привезет Цорн кого-то одного, две-три травмы и начнется некомплект в конце года опять. Посмотрим. Цорн обещает двух игроков. Пока уверенно обещает. То есть еще пока нету той стадии, на которой Цорн говорит, ну посмотрим, времена тяжелые, мы стараемся, хотим привести сильных футболистов. Такого пока еще нету. Цорн пока еще твердо говорит о том, что трансферное окно не закрыто. У нас есть две позиции, на которых мы собираемся привести игроков. На секундочку. Сегодня 30 августа. До закрытия трансферного окна осталось 10 дней. Уже конец 30 августа осталось 9 дней. Поэтому... Поэтому так. Посмотрим. Мяч ему не давали. Думали, это игрок Оренбурга переоделся. Первый раз все его увидели. Ну... Просто потому, что Богомаев это не игрок на усиление команды, да. То есть это его игрок на то, чтобы заменить Керка, потому что Керк очень устал. Если Вадима Райкова выпускают, потому что Вадику нужна игровая практика и надеются на то, что Раков будет приносить пользу, в том числе впереди. И мы видим, что Раков ее приносит. У Ракова есть удары по воротам, у Ракова есть единоборство выигранное, желтые карточки заработанные, да. И он сам там мечи выцарапывает. То Богомаев на поле был нужен просто для того, чтобы соблюсти численное количество состава. И в том числе поэтому я не очень верю в выход Богомаева завтра в стартовом составе. Да, наверное, он поедет, потому что, опять же, ну, нужно точно так же будет как-нибудь кого-нибудь заменить. Но вчера мог выйти Максим Петров. не вчера, когда мы там играли в воскресенье. А его зачем-то отцепили еще в пятницу. Отдали в понедельник, отцепили в пятницу. В итоге он не сыграл. Ну да, он, видимо, уже был во Владикавказе и его заявляли там. Но блин, не знаю. В любом случае, в первую очередь нужно думать о благе команды. И ну а если бы мы не забили пять мячей Оренбурга, а если бы нам нужно было именно качество дать в концовке. А у нас полудохлый Керк, полудохлый Камано и нету игроков, которые хотя бы имеют опыт игры в РПЛ. Да, хорошо, что все хорошо сложилось в матче с Оренбургом. А если бы нет? А если завтра с пари НН будет нехорошо складываться? Такое. Хорошо бы завтра изи минут на 45-60, чтобы на Ахмат его хватило. Не знаю, не думаю, что Исидор будет на пари НН, но вот реально не думаю, потому что зачем рисковать? Вот в данном случае ну кубковый матч, учитывая, что этих матчей там 8 штук, 6, 6 для Локомотива, зачем? Зачем рисковать Исидором? Ну выиграем потом у Химок два раза и третье место, четвертое место уж не займем, если два раза у Химок выиграем. Думаю, что нет. Риск ненужный. Баринову может тоже отдохнуть, да, с чеченами нужно много бодаться будет. Капитанить может Гильерме. Можно дать отдых, а кого вместо? Бабкина? Вариант, но готовы ли мы, уверены ли мы, что после того, как мы выпустим пару, там, Мардешвили Бабкин или Куликов Бабкин, если Мардешвили будет справа, что мы не проиграем центр поля в салат просто, что мы не получим огромное количество ударов там от Калинского или штрафных ударов или всего такого. Потому что я бы не хотел бы, чтобы Калинский имел много пространства перед нашей штрафной. Это плохо кончится. Если не успеем закрыть позиции в трансферное окно, потом свободными агентами можно усилиться? Нет. Мне кажется, в последнем вью Цорн сказал, если договоримся, привезем. Не внушил оптимизма, что обязательно привезет. Я не смотрел видео, как он это говорил. В тексте я, ну, типа, увидел всю ту же самую уверенность. Сейчас, давайте откроем Клэм Ньюс, посмотрим Цорна. Вот так я читал. Спортивный директор локомотива Томас Цорн не подтвердил информацию, что клуб интересуется полузащитником Ростова Матиасом Норманом. Также Цорн похвалил нападающего команды Ивана Игнатьева после хитрика. Норман, не буду комментировать футболистов. У нас есть игроки на две позиции, если мы сможем с ними договориться. Фамилии не готов называть. Когда будем продавать Игнатьева в Европу, мы никуда не торопимся. Очень рад, ну, понятно. Ну да, если мы сможем с ними договориться, конечно, не вызывает какого-то доверия. Но в целом ощущение, что пока что Цорн стелит соломку, я пока не чувствую. Есть игроки на две позиции, это все-таки есть определенная надежда. Но может быть, может быть уже и начинают понимать, что что-то как-то пока не складывается. Так, что еще? Еще завтра много, в принципе, кубковых матчей. В целом, давайте глянем. Пока я так и не понял, где лучше всего смотреть расписание кубка. Раньше на сайте Российской Премьер-лиги была вкладка по кубку. Сейчас РПЛ-ка, только РПЛ и даже молодежное первенство с нее убрали. Так что я буду смотреть на сайте букмекеров. Как ни странно, самые лучше всех информацию по матчам дают именно букмекеры. И вот завтра, во-первых, ФК Тверь Амкал Москва на Амкал 4.20. Если бы я был ставочником, я бы точно воспользовался вот этим подарком. ФК Тверь полуразвалившийся клуб. А Амкал это команда, которая умеет играть в футбол на каком-то уровне. Либо Х2, либо просто победу, но я бы взял. И матчи непосредственно группового этапа Кубка России. Урал Сочи. Урал немножечко развалился, но Гончаренко будет собирать ее по косточкам. Опять же, если Сочи выставит не основной состав, я думаю, что Уралу в этом матче вполне есть шансы цепляться за очки. Химки Краснодар, Химки ждут Юрана, Краснодар должен их раскатать от трех и выше. Торпеда ЦСКА все будет зависеть от состава ЦСКА, вполне допускаю, что Федотов выставит второй состав, и тогда торпеда есть шансы зацепиться за очки, но мы видели, что торпеда тоже в футбол играет очень-очень плохо. Паре НН Локомотив поговорили, на Локомотив меньше двух уже коэффициент, приятно, раньше были равные, но потихонечку после двух победных матчей на нас стал падать, коэффициенты уже видят у нас фаворитов. Зенит Факел здесь вообще, наверное, без вопросов, Ахмат Оренбург игра, которую, наверное, будем завтра после матча Локомотива смотреть, потому что надо посмотреть на наших соперников, посмотреть во что играет Ахмат, но я не думаю, что здесь у Ахмата будет сильное преимущество. Единственное, что они дома играют и Оренбургу нужно долго ехать, но коэффициент 1.35, мне кажется, изрядно завышенным. Ну и матч Ростов-Динамо, уже был в этом сезоне матч Ростов-Динамо, закончился он в ничью и на этот раз на выезде в Ростов всегда тяжело добираться, посмотрим, я здесь бы на Ростов ставил, мне кажется, что Ростов тупо сильнее, чем Динамо. У Сочи возрастной состав, довольно интенсивный футбол, Урал бы я не списывал. Ну вот я при этом, я про это и говорю, что Сочи команда, которая может на этот матч выставить молодежь, вот реально молодежь, вообще без каких-то полуторный состав, там состав, в котором дали лидерам отдохнуть, нет, просто могут выставить второй состав, просто молодежь, и тогда Уралу будет попроще играть. Опять же, хотя нет, из Сочи удобно добираться, но тем, все равно, дома Урал захочет, и для Кончаренко это тоже важный матч, чтобы как раз не выпускать второй состав, а попробовать свои идеи наиграть, и там, скорее всего, Урал будет основным играть. Вот, то, что меня интересует, это вот два последних матча, Ахмат-Оренбург и Ростов-Динамо, завтра мы их тоже зацепим определенно, будем смотреть, будем обсуждать, но наш главный это пари НН Локомотив-Москва, думаю, что у Локомотива есть все шансы на то, чтобы взять реванш за тот дурацкий матч, в котором Локомотив сыграл в ничью, пропустив единственным ударом по своим воротам. Все, это, в принципе, все, что я хотел сказать, если у вас есть какие-то вопросы, у вас есть еще буквально одна минута, чтобы мне их задать, если вопросов нету, то я оффаю и уже тогда до завтра. Все, вопросов нет? Вопросов нет. Спасибо большое, что были сегодня со мной, до встречи. Завтра, ну, часов 8 точно, надеюсь, что на полчасика пораньше. Жду всех, не опаздывать. Субтитры сделал DimaTorzok